Итак, добрый вечер, уважаемые наши телезрители, дорогие Сергиево-Пасадцы. Сегодня традиционная передача «Полный контакт» и традиционно уже стала доброй традицией встречать нашего хозяина Радонической земли, главу Сергиево-Пасадского муниципального района Михаила Юрьевича Токарева. Добрый вечер, Михаил Юрьевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что, как всегда, вы на посту, вот, и держите слово, встречаетесь ежемесячно, и даже чаще уже, получается, мы встречаемся здесь в эфире. Я уж не говорю о том, что вы круглосуточно на боевом своем посту встречаетесь, объезжаете, хвалите, ругаете, не знаю, там, выговора какие-то. Помогаем. Есть какие-то выговора? Конечно, конечно. Хорошо. Ну, уважаемые телезрители, сегодня у нас программа вышла, так получилось, и уже, наверное, может быть, судьбой предначертано в день памяти и скорби. Сегодня 22 июня, и мы вспоминаем то великое страшное утро 41-го года, когда на нашу страну напал вероломно враг. И сегодня прошли, конечно же, посвященные этому трагическому событию много мероприятий, на которых, конечно же, мы с вами присутствовали по статусу, по положению, по гражданскому долгу. И я предлагаю сейчас посмотреть, как проходили эти мероприятия. Внимание, говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Мирный воскресный день, 22 июня 41-го, в одночасье перестал быть таковым. Голос Юрия Левитана, объявившего в начале Великой Отечественной войны, помнит практически каждый, кто отдал все для победы. К сожалению, с каждым годом непосредственных участников и свидетелей тех лет остается все меньше и меньше. Но в наших силах сохранить собственную историю. Этот день для нашей Родины очень значимый. Он памятный. И хотя он трагичный, но он очень значимый. Только память, добрая и светлая, спасет нас от беды. Поэтому то, что мы все вместе, это очень важно. Спустя семь десятков лет в День памяти и скорби потомки победителей к мемориалам и памятникам возлагают святые венки. Во прошествии лет самое главное не забывать все ужасы и тяготы страшных сороковых. И не забывать, что несмотря ни на что, советский народ выстоял и победил врага. Субтитры создавал DimaTorzok На блокады черных месяцев прорвали. И когда врага бросили назад, был салют, его снаряды возвещали. Венки и цветы Сергея Пассаци также возложили к бюсту легендарного командующего 1-й ударной армии генерала Василия Ивановича Кузнецова. Никто не забыт, ничто не забыто. Михаил Ильич, что сегодня было такого особо значимого? Ну действительно, ну наверное нужно начать с того, что накануне вчера вечером у Вечного огня прошла акция свеча памяти. Собралось, кстати, много народу, что очень приятно и отрадно, что люди показывают, что мы не только помним, не только чтим, но мы самое главное уважаем. Уважаем нашу историю, уважаем наших отцов, дедов, предков, которые, конечно же, принимали участие и многие погибли на фронтах Второй мировой войны. Причем мне бы хотелось отметить, что были не только в возрасте люди, были и молодежь, и много было молодежи. И вот это тоже, наверное, показатель, это очень отрадно и приятно. Сегодня, да, действительно, так же в городе и во всех поселениях проходили акции. В городе мы традиционно в 12 часов также возлагали венки у мемориала Вечный огонь. Днем мы на рабочем поселке в городе открыли мемориал, памятник. Памятник, это тоже нужно отдельно сказать, такая хорошая, добрая история. Не хочется, ну, сегодня в этот день хвастаться, да, но многие, так сказать, брались за этот труд, но не доводили его до конца. Городская администрация же с нашей, с районной администрацией вместе взялись за это дело. О чем говорю? На предприятии, шестой завод, мы его все знаем, который также располагается на рабочем поселке, в здании завода управления находился старый-старый памятник, мемориал, который был посвящен и установлен памяти тем сотрудникам предприятия, которые ушли на фронт и не вернулись, погибли. В связи с реконструкцией, с тем, что, скажем так, завод прекратил свою деятельность, прекращает, да, что там у нас будут организованы тоже, кстати, к слову, новые рабочие места, и памятник, как бы, ну, убрали его оттуда. Да, казалось бы, не востребовано. Казалось бы, не востребовано, да. И, конечно, к нам администрация завода обратилась с просьбой, и мы ее очень активно и поддержали, люди, кстати, нас поддержали. И гражданская инициатива была, да, активная жизненная. И гражданская инициатива, безусловно, была, да. Люди с активной жизненной позиции. Да, и мы этот памятник, мемориал, перенесли на рабочий поселок, на ту аллею, которую в том году мы ее благоустраивали. Очень красиво, на мой взгляд, получилось. А самое главное опять, что никто не забыть, ничто не забыто. И опять к слову, опять мне это очень приятно говорить, что это первый памятник у нас в городе, где увековечены, выбиты как раз имена тех людей, тех сотрудников предприятия, которые ушли на фронт и не вернулись, погибли. Мы знаем, что у нас более 15 тысяч наших земляков ушли на фронт. Но вот именно, чтобы фамилию увековечить, это вот, наверное, первый такой памятник. Безусловно, есть бульвар Кузнецова, где можно увидеть, посмотреть наших героев. Был, правда, еще памятник у милиционеров. Был, да, да. А он, кстати, тоже на УВД остался. Да, перенесли его с Миткиным. Но мы говорим, что это начало такой хорошей, доброй традиции, которую мы, я считаю, просто обязаны сохранить и просто обязаны ее продолжить далее. Мне всегда хочется поговорить, вот какие-то, знаете, добрые, теплые штрихи о наших близких. Вот у меня ведь тоже, ну, ушли мои все деды, погибли, к сожалению, так получилось. Я никого из дедушек-то не застал. Бабушки только, которые вернулись. И вот в том году я последнюю похоронил, 95 лет. И я все время вот с трепетом вспоминаю, что она училась в одном классе, например, с Николаем Громовым, именем которого названа улица в районе Кирова. Вот. И вторая бабушка тоже с героем Суарского ущелья училась. А у вас, Михаил Юрьевич, если кто-то не знает, вот я специально приготовил вот такую очень мне приятную фотографию, портрет вашего деда, Михаила Константиновича Михаева, героя Советского Союза. Вот, пожалуйста, вы можете взять фотографию покрупнее. Вот. И, конечно, в связи с этим, Михаил Юрьевич, вот вы сейчас сказали общие фразы, да, которые мы всегда говорим, потому что в частности некогда, когда иногда бывает и уйти, да. А вот с чем вам вспоминается ваш дед? Вот. Ну... Учил, наверное, чему-то? Ну, конечно, безусловно, учил. Конечно, сразу вспоминаешь и дедушку, и другого дедушку вспоминаешь, да, Токра Семена Антоновича. Они, к счастью, они прошли войну, они вернулись, они живые. Ну, вот, дедушка Миша Нихаев получил ранение, потерял ногу, потерял глаз. Конечно, вспоминаешь, во-первых, вспоминаешь то время, которое было, да, когда с ними общались, когда ходил, к нему ходил. Конечно, учил хорошему, учил доброму. Очень, знаете, часто вспоминаю вот те минуты, наверное, такой жизни, да, когда вот такая непринужденность, когда тебя вокруг окружает забота. Ну, родители, безусловно, плюс дедушка. К слову сказать, что, ну, наверное, не только у меня, а у нас, у большинства жителей, да и вообще граждан страны, конечно, родители всегда работали, всегда были на работе, да, ты приходишь из школы, кто? Конечно, бабушка, дедушка. И вот про дедушку Мишу всегда вспоминаю, что он такой был хозяйственник дома, да, домашний хозяйственник после работы, он очень часто готовил, убирался, помогал. И вот он всегда прилёжку, он всегда накормит, сбросит, да, даже и сколько раз там мы стихотворения учили, ну, на самом деле... Ты интересовался учёбой? Ну, конечно, да. Ну, вообще, строгий был контроль, да, и родители, и в том числе и дедушки с бабушкой. Михаил Ильич, а можно сказать, что вот правильные были люди того поколения? Да, безусловно, конечно. Это-то ощущалось? Да, конечно, правильные. И самое главное, что мы это ощущаем сейчас, да, спустя много-много времени. Когда их уже нет. Когда их уже, к сожалению, с нами нет, да. Но они всё-таки заложили очень много, да, то есть вот и генетику можно вспоминать, там, что правильные родители, честные, справедливые, за идею любить родину, любить папу, маму, и труд. Меня родители научили, да, что есть такая пословица, вот на всю жизнь, наверное, запомню, что всё зависит от воспитания. Вот как тебя воспитали, да, родители, 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 то так оно дальше и пойдёт. Независимо, кем ты стал, кем ты будешь, где ты работал, какая профессия. Всё равно основа – это воспитание. Это вот важно, на мой взгляд. Это, да, действительно, вот такая пограничная ситуация, когда люди были с нами, вдруг они ушли, и ты ощущаешь, что ты уже теперь несёшь это знамя ответственности. Да, груз ответственности. Да, груз ответственности. За своих детей уже. Да, и то, что они оставили нам в наследство, мы должны это сохранять, и тем более сейчас на вас это, наверное, вдвойне, втройне ощущается, потому что на вас возложена ответственность, как главы теперь нашего района. Не знаю, предполагал ли Михаил Константинович, что его внучек, которого, может быть, он и ремешочком иногда так воспитывал, что вдруг вот такая вот будет миссия вами выполняться. Ну что ж, конечно, сегодня мы будем вспоминать ещё и дома, наверное, придём домой, вот, а, конечно, хочется говорить не только о каких-то вот печальных вещах, но и о сегодняшних реалиях. Жизнь продолжается, да, и, наверное, ради этого они отдавали свои жизни. Ну вот, возвращаясь к нашим сегодняшним реалиям, активно обсуждается пешеходный проект «Дорога к храму». Вот муссируется или там оспаривается, и вот вырубка деревьев в лесополосе за администрацией. Кто-то даже пытается назвать это «Аллеей ветеранов». А что на самом деле там происходит? Ну вот, к слову, да, опять мы говорим про ветеранов, «Аллея ветеранов». Вы знаете, происходит вот что. Весной этого года наш депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, да, он презентовал несколько проектов, в том числе и проект «Дорога к храму». Что это такое? Это, так сказать, разноуровневая зона, благоустроенная пешеходная зона, зона отдыха, которая прежде всего предназначена для наших жителей, для жития города, для жителей района. Она начинается с центральной части, с проспекта Красной Армии в районе универмага. Идет параллельно администрации, параллельно дороги и заканчивается на улице «Первый удар на армию» у стен храма Петра и Павла. Она пересекает автомобильную площадку, я так понял, да, теперь? Да, да, она идет в Дорогу, как раз через пустырь, который, как вот вы правильно подметили, что некоторые наши граждане называют «Аллеей ветеранов». Пересекает этот пустырь, пересекает бывшую автомобильную стоянку и заканчивается как раз вот напротив храма Петра и Павла. Это, на наш взгляд, такое логическое продолжение, логическая концовка той благоустроенной зоны отдыха, места притяжения наших сергиопосадцев, которая находится за универмагом, идет в сторону МФЦ, там, где уже сделаны и пешеходные дорожки, и зелень посадили, и лавочки стоят, освещение поставлено. Это будет таким неким логическим продолжением. Ну и в какой-то степени она разгрузит еще и проезжую часть, по которой все время ездят автомобили, и там пешеходы чередуются с машинами, друг друга, если грязно, отбегают. Да, мы всегда говорим, что, ну, во-первых, одно дело что-то говорить, да, что-то обсуждать, тем более говорить вообще очень странные и непонятные, дикие, абсурдные вещи, и, честно говоря, даже стыдно их слушать и не хочется про это говорить. Какая аллея ветеранов? Никогда никакой аллеи ветеранов не было. Мы даже ради интереса подняли архивы газеты вперед, да, с 1918 года, сто лет, да, у нас в следующем году, кстати, будут газеты вперед. Никогда там нет никакой информации. Я хочу напомнить, уважаемые друзья, что вообще этот проект «Дорога к храму», в частности, этот проект, он вообще заложил, начался, взял свое основание, да, взялся за основу, наверное, два или два с половиной года назад, когда весной наши сотрудники, сотрудники городской администрации, районной администрации, вышли просто на субботник и стали расчищать этот сквер. Там было столько мусору, даже вот мы фотографии смотрели, поднимали, это просто кошмар. Что там только не было. Расчистили, стали потихонечку расчищать и вырубать сухие деревья. Очень много было убитых деревьев уже. Тем самым мы немножко с центральной частью улицы открыли вид на храм Петра и Павла, то есть он стал просматриваться. А кто-то говорит, что кто-то рубит деревья, оглянитесь, ну, там кто как стоит, направо, налево, посмотрите на место отдыха за универмагом, посмотрите на место отдыха за администрацией, за МФЦ напротив торговых рядов какую, там сделали площадку, детскую площадку поставили, и пешеходные тротуары сделали, и зелень мы насадили, освещение поставили, лавочки красивые поставили. Вот вам зона отдыха, напротив зона отдыха это наш детский парк аттракционов. То есть, я еще раз хочу повторить, одно дело говорить, другое дело работать, да, ну, так сказать, что Бог каждому судья. Мы всегда говорим, очень важно не говорить, а делать. Очень важно идти в ногу со временем раз, а еще важнее, наверное, опережать это время хотя бы на шаг. И, так сказать, и глупо, в том числе и в рамках благоустройства, которого, ну, вы, наверное, не подтвердите мои слова, что, ну, я уж не знаю сколько, 10 лет, не знаю, 20 лет назад в городе мало что делалось в рамках благоустройства, да, делать это благоустройство, создавать места притяжения, создавать места отдыха для прогулок с детьми нашим, нашим жителям. Опять-таки, мы не забываем и про туристов, которые также в последнее время активно посещают наш город. Зачем? Да стыдно, в конце концов, у нас есть чем похвастаться, у нас есть что показать. Да, ну, вот и в связи с этим не менее популярна тема и бульвара Кузнецова, если так вот продолжать эту тему. Сегодня, кстати, тоже мы там проводили мероприятие. Вот, я про это как бы немножко напоминаю, что в прошлом году Подмосковье отметила памятную дату, которая изменила ход, можно сказать, в Великой... 75 лет, да, в Подмосковье, да, действительно. Да, и мы вот даже сегодняшнюю Братину, наш фестиваль подмосковных телекомпаний, решили проводить в Дмитрове, в соседнем Дмитрове. Мы объехали очень много памятных мест, в Яхраме, на Дмитровском рубеже. Там знаменитое место тоже, да. Вспоминаем, вспоминаем вот этот бронепоезд, героический бронепоезд НКВД номер 73, который, по сути, защитил, не пропустил в Дмитров с Яхрамы фашистских захватчиков. И, начиная с нас, если уж говорить, что формировалась сначала здесь первая ударная армия. Да, первая ударная армия, да. Вот, и затем она уже, штаб ее находился в Дмитрове. Вот, все-таки бульвар Кузнецова для нас очень важное такое место, которое мы сейчас вот уже два года оформляем. Там появился инфомат с историей Сергия Посада в годы войны, да, 29 информационных подиумов о наших героях. Ну, опять же, посадка сирени. Там вот, и сейчас уже, наконец-таки, убрали вот эту стеллу, вот, о которой много говорили. Но, в принципе, и шел разговор о том, что она была временно поставлена, и, наконец-таки, ее будет заменять уже более такая значимая скульптурная композиция. Вы про это хотели тоже сказать что-то, да? Как будет развиваться бульвар? Во-первых, было много разговоров про ту временную стеллу, да, а я слышал разговоры только одни, положительные. И прежде всего, большие, огромные слова благодарности от наших уважаемых ветеранов, которые говорили, что большое спасибо, что смогли, что изыскали деньги, что установили, и они действительно приходили и от души говорили спасибо. Сколько мы уже мероприятий провели на бульваре Кузнецова, да, в том числе и памятных, и мемориальных. И, на мой взгляд, всегда очень все проходило по-доброму, очень с таким, знаете, с глубоким уважением к истории. Действительно, мы сейчас хотим установить такой некий новый мемориальный стеллу, не знаю, как правильно сказать, стеллу, скульптуру, комплекс, мемориальный комплекс, да, который также, безусловно, посвящен тем событиям, да. Именно немножко сконкретизирую. Речь идет о том, что приняли решение, причем, опять-таки, подчеркну, прошли в установленном порядке в нашем, прошли публичные слушания, опять и жители, и ветераны откликнулись с большим, так сказать, уважением и благодарностью, что есть люди, которые не забывают историю и отдают дань в том числе, и помогают городу. Речь идет о мемориальном комплексе, который будет посвящен детям войны. Это те молодые люди, молодые, это наши дети, 18-летние. Да, нет, наши дедушки и бабушки, которые уходили на фронт. А в то, в 41-й год, да, когда они... 18-летними. Когда они сегодня, у них прозвенел последний звонок, а завтра они уже ушли на войну. И будет такая композиция из фигур. Юноша, девушка танцуют вальс, танцуют вальс на выпускном вечере, и уже завтра, они уже знают, они уже уйдут на фронт. А завтра была война. А завтра была война, совершенно верно. И просто вот задуматься, да, сколько у них было, наверное, сил, энергии, каких-то планов, желаний на свою завтрашнюю жизнь, и как резко все это изменилось. И все это оборвалось. И все это оборвалось, да. Это, знаете как, это начало, я бы сказал, такой новой, современной жизни бульвара Кузнецова. Опять это все мы можем говорить, что это также работа ведется, и в рамках благоустройства тоже. Мы представили проект на прошедших публичных слушаний. Это будет действительно бульвар, это будет действительно аллея славы, бульвар славы, бульвар памяти. Там будут очень, планируем, в ближайшее время установить несколько, да много, не несколько, а много различных архитектурных форм, памятников, мемориалов нашим героям. Книгу памяти установим, где будут перечислены, указаны все наши сергиево-пассации, которые ушли на фронт. Будут также еще раз указаны все наши герои, которые ушли на фронт, да, герои нашего города, района, заслуженные труженики. То есть вот весь, все те люди, которых опять мы повторяемся, благодаря которым мы сегодня живем. Я почему тоже с такой, в общем-то, заботой об этом вспоминаю, потому что у меня-то была еще идея, может быть, вы вспомните тоже, Михаил Юрьевич, я-то предлагал даже театр там поставить. То есть вот вместе с мемориальным комплексом совершенно никому, никто бы не противоречил. И если бы там стояло, допустим, небольшое здание муниципального театра имени первой ударной армии, где проходили бы вот такие вот знаковые и спектакли, и мероприятия. И исторические, да. Да, и можно было бы обыгрывать это, мог бы быть и Ристак, мог бы быть, наоборот, там и Кремль, все что угодно. То есть я уже как режиссер это все придумывал. И, возможно, когда вот сейчас мы начнем уже плотно к этому подходить, к благоустройству, может быть, вернется к этому вот какие-то вот наши идеологи нас поддержат, и мы с вами, может быть, даже и продвинем этот проект, потому что не помешал бы иметь бы у нас, конечно, и настоящий такой театр. Уважаемые телезрители, сегодня мы снова встречаемся с главой Сергиево-Посадского муниципального района Михаилом Юрьевичем Токаревым. Передача идет в прямом эфире, и мы просим прощения, что мы опять сегодня не в интерактиве, потому что много тем, которые мы должны вам донести, а звонки нас, конечно, будут немножко, так сказать, перебивать. Ну, безусловно, мы говорим о тех вопросах, да, которые задают люди. Да, пожалуйста, Михаил Юрьевич, вот что я просто немножко, так сказать, активно себя веду как ведущий, прошу прощения, вот, но сейчас мы говорим о том, что все вопросы, которые присылались, и они, конечно же, обрабатывались, мониторили там ваши службы, и их мы сегодня и обсуждаем. Ну, мы всегда стараемся вынести на повестку, да, те, как раз, вопросы, которые самые, наверное, актуальные, самые востребованные, те вопросы, которых на сегодняшний день больше всего интересуют наших жителей. Поэтому вот мы про них и говорим. Да, поверьте, уважаемые телезрители, уважаемые Сергеевы Пассаци, что очень мало проблем, которые могли бы ускользнуть из-под нашего, как говорится, ока, потому что здесь мы работаем очень в тесном контакте, средства массовой информации. Вы сами знаете, какие там проходимцы в хорошем смысле уж мы найдем, куда забраться, чтобы определить какую-то вот червоточинку и решить ее проблему. Вот, а уж тем более администрация Сергеево-Пассадского района, конечно, тем более мы знаем, что есть традиция у Михаила Юрьевича объезжать по субботам, и есть желание теперь еще и по воскресеньям мучить администрацию свою. Мы стараемся, да, мы обязательно стараемся. Во-первых, все вопросы, которые звучали и к вам на передачу, на программу, да, мы все их приняли. Я обещаю, что мы каждый вопрос отработаем, и на каждый вопрос мы дадим ответ. Безусловно, по субботам тоже мы работаем, тоже мы ездим, тоже мы смотрим. А почему, Михаил Юрьевич, по субботам? Не хватает рабочей недели? Или это такой ход какой-то? Да нет, никакой-то на самом деле не ход, да не то, чтобы не хватает, нет. Просто мы субботу стараемся уделять как раз тем моментам, тем обращениям жителям, которые мы получаем в течение недели, да. То есть конкретно, получается, суббота выделяется на... Ну, одна, да, так сказать, часть дня на ответы, на встречи с жителями, которые обращались, приходили на прием, мы договаривались, что мы к ним приедем во двор, посмотрим, чтобы на месте понять, что нужно сделать, чем помочь, и что мы делаем неправильно. Да, и уже с места мы, так сказать, принимаем какие-то определенные там решения и управленческие, и технические, и строительные. А вторая часть дня, ну, если мы про субботу заговорили, да, она, безусловно, посвящена объезду, проверкам, контролю за ходом наших и социальных объектов, и вообще, как наводится порядок в городе, как идут работы по благоустройству, как вот, не поверите, в ту субботу мы ездили с коллегами, смотрели, прям сели в большую машину, в Газель, да, и городской район администрации ездили, смотрели, прям начали от въезда на территорию района, проехали по основным улицам, не только по главным, но и во дворы также мы заезжали. И просто вот хочется, что, вот хочется, едет кто-то из Москвы, да, или там, неважно, из Александрова, из Переславля-Залесского, Суглича, и вот когда пересекаешь границу Сергеево-Посадского района, хочется, вот моя задача, хочется, чтобы человек, оп, понял, обратил внимание, и почувствовал с хорошей стороны разницу, что видно, да, что в городе есть, в районе есть хозяева, которые действительно следят за и порядком, и за благоустройством. Вот этого очень хочется, и вопросов обсуждается очень много, и от покоса травы, и от ее периодичности, и от повальных деревьев, которые еще остались, деревья около вдоль дороги, вдоль проезжей части. Борьба с борщевиком, я знаю. Это в районе, да, еще после единового дождя остались деревья повальные, там лесники не убрали. Масса вопросов, и которые вот из кабинета, но их просто невозможно не увидеть, во-первых, и не решить. Поэтому стараемся, конечно, но тем не менее в рабочее время также вчера выезжали, на поселке Афанасово были. Ну, стараемся, конечно, по максимуму. Не перепутали вчера с субботой? Нет? Нормально? Нет, не перепутали. Не закружилась головой? Нам Андрей Юрьевич ставит задачу, что я абсолютно согласен, что наша главная задача – это коммуникация общения с жителями. Уважаемые зрители, вы понимаете, о чем мы сейчас говорим, потому что действительно очень важная вот эта суббота, это та самая обратная связь, о которой все пекутся, и говорят, когда нам повстречаться, где увидеться. Вот, пожалуйста, по субботам. А может быть, даже мы сейчас уже, я не знаю, можно про это говорить? Нет. Есть проект такой вот «Рабочий день главы», «День главы», когда действительно вообще будет все обозначаться уже конкретно на местах, встречи конкретные. И тогда, может быть, еще ближе нам будут люди, да, и понятны их чаяния и надежды. Да? Да. Нам тоже важно, чтобы люди понимали, чем мы занимаемся, что мы делаем, что мы делаем каждый день. Это тоже, я считаю, важно и правильно. В эфире программа «Полный контакт». Мы традиционно встречаемся по четвергам, как вы знаете, уважаемые телезрители, и уже вот стала доброй традицией. Я даже не знаю, да, может быть, даже не традиция, просто рабочий момент уже какой-то такой становится, что мы встречаемся с главой района, обсуждаем накипевшее, наболевшее, или наоборот, что-то радостное, потому что надо как можно больше, чтобы было все-таки приятных таких встреч, а не просто говорить о канавах, о вырубке. Мы слушаем все равно, что нужно, что уделить внимание, что поправить. Ну, люди почему-то чаще звонят и приходят с какими-то проблемами. Никто не приходил к вам, Михаил Юрьевич? Я пришел, у меня сегодня родился сын. Так хорошо, так или нет. Я написал новую песню. Вот если честно, нет, ну вот... Хорошо, мы так не приходили. Не приходили, но, честно скажу, приходят и не один, приходят наши жители, которые говорят спасибо. Спасибо за то, что вот мы вам написали, или мы у вас были на приеме, да, и через какое-то время вот то, что мы просили, вы все сделали. То есть прямо пришли на прием, просидели, заходили, мы пришли вас поблагодарить. Да, да, да. Было такое? Да, да, было такое. Фантастика. Я вот не кривлю душой. Надо зафиксировать это. Я не кривлю душой. Это на самом деле очень приятно, и всегда в эти моменты понимаешь, что, ну вот, не зря ты делаешь то, что ты делаешь. Это приятно. Это очень приятно. Потому что, конечно, поддержка соседей, и родных, и близких. Безусловно. А все те, кто живут в Сергиопосадском районе, это все наши близкие и родные люди. Мы вас очень любим, уважаем, ценим, благодарим за то, что вы нас критикуете и поддерживаете. То, что у нас есть. Да, а мы у вас. А мы у вас, да. Вот. Ну что ж, продолжаем тогда. Раз сейчас так вот хорошо подтолкнули меня на одну мысль. Начать, наверное, разговор о тех гостях, которые, как вы говорите, к нам едут. Вот они едут, въезжают. И недавно совершенно такое чудесное событие произошло, неожиданное. Вот про вот этот вот ярмарка сыра или фестиваль сыра. Или как это такое вот такое. Развернули свои шатры, сыроделы. Я-то вообще очень люблю сыр. Мы тут вообще с утра до ночи, можно сказать. Только это и делаем. Мы поняли, что у нас очень много людей любит сыр. Да, да, да. Вот. Фестиваль сыр и мир. Что это за мероприятие? Какая была цель? Цели и задачи какие-то были? Не просто так приехали, показались и уехали. Нет, безусловно. Вы знаете, опять, это мероприятие мы готовили относительно долго. Начали об этом говорить еще, наверное, в начале этого года, когда познакомились, я уже могу сказать сейчас, с нашими друзьями. Это ребята, организация, фирма «Полянка», которая у нас на территории молокозавода на Угличе арендует производственное помещение. И сами промышленным способом производят очень вкусный сыр. Очень вкусный сыр. Михаил Иванович, может быть, предваряя наш разговор, покажем? У нас есть сюжет небольшой. Давайте посмотрим. Вы всегда готовы. Да, мы всегда готовы. Уважаемые зрители, давайте, чтобы просто, ну, как обычно говорят, лучше один раз увидеть, да? У нас есть сюжет, который, значит, мы снимали 3-4 июня на Советской площади. Перед администрацией проходил фестиваль «Сыр и мир». Давайте посмотрим. Здесь сырный дух, здесь сыром пахнет. Это был настоящий праздник для любителей сыра. В фестивале «Сыр и мир» приняли участие сыроделы из России, Польши, Белоруссии, Италии, Швеции, Франции. Отечественные производители представили лучшие образцы своей продукции. Более 100 видов различных сыров. Классические, с грецким орехом, с прованскими травами, с душистым перцем и с черным трюфелем даже есть. Мы свой сыр производим в Калужской области. У нас своя сыроварня. Все сыры натуральные, из цельного коровьего молока. Мы готовим сыр халуми. Это специальный сыр для жарки, греческий сыр. Наш технолог обучалась. Мы отправляли ее в Грецию. Она привезла оттуда вот технологию. И мы его готовим. Сейчас вот у нас получается такая красота. Специально вот для ребят все они тут просят. И пожалуйста еще, еще. Сыроварение в России в настоящее время переживает настоящий бум. Уже с уверенностью можно сказать, что взятый сравнительно недавно курс на импортозамещение был правильным. Такому обстоятельству, конечно, можно только порадоваться. Многие виды сыров, которые раньше считались дефицитом, стали доступны россиянам. Производством сыра на домашних мини-сыроварнях занимаются целыми семьями. Иван Дамария из Москвы тоже представили свою продукцию на фестивале. Очень быстро их прилавок опустел. Сначала мы просто хотели кушать хороший сыр. А потом стали делиться со своими друзьями, знакомыми. Ну и дальше стало дело развиваться. А там уже сами оттачивали вкус и разные добавки в сыры. Уже сами экспериментировали и много получилось. Хороших вещей таких. Производители Сергиева Посада тоже приняли участие в фестивале. У сыроделов сыровар не полянка. Уже есть даже свой фирменный сыр. И, конечно, свои постоянные клиенты. Сыровары признаются, что варить сыр – дело выгодное. В настоящее время в Подмосковье из регионального бюджета компенсируют до 30% затрат производителей сыра. Фирменный наш сыр – это Клирьер. Аналог камамбера французского. Здесь мы находимся в городе с зимы. А вообще работаем с 2014 года. Сыроварением занимаемся уже второй год. Рецепты из интернета. Также еще были на курсах сыроварения. Учились. И сейчас учимся, продолжаем учиться. Участвуем сегодня в этом мероприятии. Привезли сыр свой и молоко козье. Любой фестиваль, тем более такой тематический, где сыр поможет в том числе и нашему производителю. То есть мы видим, к чему надо стремиться. Что надо развивать и что это пользуется спросом. Конечно, это сделано в первую очередь для горожан, в первую очередь для нашего города. В первый презентационный день фестиваля для жителей города и района были организованы мастер-классы по сыроварению. Можно было попробовать сыры, а понравившиеся приобрести. Похоже, посетители сырного праздника остались довольны. Как вам, вкусно? Вкусно. Наши сыры все-таки лучше, чем импортные? Удалось импортозамещение? Конечно, удалось. Больше заинтересовал сыр с грецкими орехами. Товар качественный и очень приятно, что отечественный. Несмотря на непогоду и холодный ветер, оделись потеплее, пришли продегустировать. Фестиваль «Сыр и мир» прошел в Сергиевом Посаде впервые. Но, как обещают организаторы, среди которых торгово-промышленная палата и администрация района, сырный праздник для сергиево-посадцев и производителей сыров еще не раз повторят. Надеемся, что это будет ежегодное мероприятие. К нему будем готовиться. К сожалению, не совсем нам погода, но ничего страшного. Сыр он и есть, сыр его всегда вкусно есть. Хотели мы немножко расширить нашу программу с дегустацией вина, потому что сыр предполагает немножко и... Да, но это, надеемся, в будущем. На второй день фестиваля состоялся форум развития ремесленного сыроделия и дегустационный профессиональный конкурс. Татьяна Сташенко, Татьяна Трушкина, Михаил Жучков. День города. Ну вот тот самый позитивный момент, о котором мы сейчас говорим. Это очень приятно. А я в том году ездил в Липецк, заезжал к своему товарищу, коллеге. У него есть журнал про президентский мир и президент. И он тоже, у него сыроварня своя. Но я как-то не очень... Хотя у него смешные названия. Козья морда. Он как раз в ответ на санкции. У него мистраль. Козья морда. А еще был какой-то интересный момент. Мы с вами как-то обсуждали. В Москве произошел. Ну да, там как тоже друзья рассказывают, что тоже был один из форумов. И тоже там наши сыроделы, российские, отечественные, просят, так сказать, наших, как Владимир Владимирович скажет, партнеров западных. Просит, ну пожалуйста, не отменяйте санкции. У нас все хорошо. К послу что ли кто-то подошел в фартуке? Действительно, на самом деле хорошо затронули. Вот этот вопрос, вот эту историю, вот это мероприятие, которое проходило в начале июня. Во-первых, очень важно, что мы опять, я вот повторюсь, что мы показываем себя, мы показываем наш город, мы привлекаем гостей, мы привлекаем, мы даем, возможно, жителям нашим как-то тематически отдохнуть и весело отдохнуть, и вкусно отдохнуть, да, при этом. Вообще на этом форуме присутствовало только порядка 40 производителей наших, российских. Приезжали со всей России. А я уже не говорю, что также были представлены и производители и из Белоруссии, и из Польши. То есть, на мой взгляд, очень удачно все это так у нас все получилось, совпало, очень весело и дружно. И самое главное, договорились, что это было первоначало, но не последнее. Мы будем периодически осенью опять вот идут уже планы, опять хотим этот форум повторить. Но даже уже с хорошим вином. Такие планы есть, да. Но как же сыр без вина? Не, ну когда будут уже пешеходные зоны, уже будет куда расходиться. Ну, конечно, конечно, чтобы не было скоплений народа. Надо есть какие-то... А второй день, как правильно, сейчас мы в репортаже посмотрели, тоже важно, да, когда уже сами сыроделы, сами коллеги между собой общались, у нас в администрации обсуждали проблемы, вопросы, делились опытом. И мы очень активно, мы это делали всегда, делаем сейчас и будем делать. Очень активно старались заманить инвесторов, производителей к нам, на нашу территорию, в наш район, потому что уж чем-чем, да, а именно сырьем для производства сыра мы можем похвастаться. У нас район, все наши фермерские хозяйства, если сказать грубо, ежедневно вырабатывают до 200 тонн молока. То есть у нас есть все необходимое, чтобы эта отрасль действительно заработала и в том числе в нашем районе. Можно сказать, что возможно возрождение молокозавода. Возрождение, безусловно, да, тоже безусловно, конечно. Это очень важно. И посмотрите, там же были представлены и производители, безусловно, которые делают сыр, но там же было и молоко, да, и козье молоко, козочки ходили, гуляли. И то есть весь спектр молочных продуктов, которые вот они присутствуют, так же все можно было подойти, попробовать и приобрести. Да, так вкусно рассказываем, да, что хочется уже как-то побыстрее закончить и пойти уже попробовать. Особенно там камамбер, там какой-то ламамбер, вот, замена французским, ну это надо попробовать. Михаил Юрьевич, синоптики обещают нам розовое лето, так называемое, да, то есть кто-то его сравнивает с летом 2010 года, да, насколько мы готовы вот в данной ситуации к жаре, сухой погоде, которая, как известно, опасна лесными пожарами, горят торфяники и так далее, так далее. Что предпринимается для этого? Ну, действительно, мы тот туалет помним, наверное, все его помнят, да, и вся Россия, наверное, помнит, хотя на сегодняшний день, да, наверное, вот так пока про жару как-то и не верится, что в принципе она может быть, да, мы уже все забыли. Ну, действительно, синоптики предполагают, что июль, а у нас, как всегда, да, все внезапно, да, июль, говорят, действительно, вроде как прогнозируют, что будет жаркий, безусловно, мы этим вопросом занимаемся, и причем мы занимаемся не только в мае или в июне или когда жара, этим вопросом, вопросом противопожарной безопасности он занимается ежедневно, круглогодично в течение года, потому что это, знаете, это такой вопрос, это не проблема, это вопрос летом, все правильно, это такой вопрос, который требует, безусловно, комплексный подход. Невозможно потушить торфяники там за день, позвать, пригнать все пожарные расчеты, да, и все потушится. Лучше всего предупредить эти события. Конечно, спрофилактировать, это комплексная работа, которая проводится, часть мероприятий проводится зимой, часть мероприятий проводится осенью, часть проводится весной, безусловно, проводится летом. Еще раз, то есть это целый комплекс работ, которые мы работаем, выполняем в ежедневном режиме. Этому вопросу очень уделяется, наверное, я думаю, что оно уделялось всегда, а сегодня особенно. Мы к этому периоду, к летнему периоду готовимся, у нас наш район, он специфичен на этом, и на уровне правительства Московской области мы тоже попадаем в перечень муниципалитетов, которые, ну, так сказать, первоочередные задачи стоят, то есть это первоочередная такая проблема, которую правильно вы подметили. По предупреждению? Может быть, да. У нас более 100 тысяч гектаров лесов, да, 10 тысяч торфяников, это известная история. Зона риска, безусловно, есть. Плюс у нас более 600 СНТ на территории района, и мы все понимаем, что в летний период у нас плотность, количество населения на выходные дни хотя бы, да, увеличивается в разы, в два, там, с лишним разом мы как-то даже считали. Поэтому, конечно, этот вопрос, он очень в приоритете находится. Давайте, Михаил Юрьевич, посмотрим, как мы готовимся. Обязательно. А как же? Требует. Мы же телевидение, мы же не на радио. Все-таки нам вот сейчас подсказывают, давайте покажите уже, как мы готовимся к пожаротушению. Итак, демонстрация техники. Одной из главных мер для предупреждения лесных и торфяных пожаров в летнее время является запрет на разведение костров. Также производится опахивание лесных массивов. Ну а в случае, если пожар все-таки возник, то за дело принимается лесная охрана. Это вот УАЗ автомобиль, это патрульная машина лесничества Требошинского. Она укуплекрована вот двумя рамцевыми опрыскивателями и экипаж, водитель и там два человека, инспекторов. Это мы делаем, проводим патрулирование ежедневно или как там или два раза в день, это зависит от пожарной обстановки, от класса пожарной опасности. При обнаружении где-то возгорания, такого легкого возгорания, мы можем первоначально потушить, если за час стояния находится пожар, можем затушить ранцами и опрыскивателями. Межведомственные учения по тушению лесных и лесоторфяных пожаров проходили рядом с Симоновской плотиной. И главная цель – отработать взаимодействие всех служб. А это, в первую очередь, лесничество и пожарные. Сегодня здесь задействованы силы Центрального лесохозяйственного предприятия Центролесхоз, Государственного казенного учреждения Мособлллес, Мособлпошспас. Это все службы, которые привлекаются при тушении лесных и лесоторфяных пожаров. С целью недопущения создания чрезвычайной ситуации на территории района и проводятся вот эти вот учения. Если сил лесничества для тушения возгорания не хватает, то за дело берутся пожарные. Важностью таких учений является то, что на них отрабатывается взаимодействие сил и средств нашего района. Каждый специалист в своем виде деятельности знает, как внести большой вклад в ликвидацию таких ситуаций. Лесные и торфяные пожары опасны еще очень тем, что у нас территория специфика такая, что леса расположены и на торфяниках, которые очень сложно тушить. Ну и важностью здесь также является не допустить распространение данных пожаров. Уважаемые жители и гости нашего района, хотелось бы всем напомнить, что с 1 мая 2017 года постановлением губернатора на территории Московской области введен противопожарный режим, а с 1 июня 2017 года постановлением главы Сергея Посадского муниципального района также на территории района у нас введен особый противопожарный режим, что соответственно за собой влечет запрет на разведение костров в лесном массиве, на сельскохозяйственных землях сельхозназначения, соответственно также у нас автоматически в сведении противопожарного режима усиливаются меры административного наказания, начинает действовать часть 2 с статьей 20.4, где штрафные санкции увеличиваются вдвое на граждан, на должностных лес и на юридических. И вот это вот конечно сейчас мы сидим обсуждаем, Михаил Ильич, у меня нет слов, вот мы сейчас говорим о зоне ответственности, а мне всегда вспоминаются вот крикуши, которые все время любят покритиковать, а что делается, тут мы, видите, от полезного к приятному, да, от приятного к заботам каким-то и так далее, поэтому конечно это я так понимаю по всей Московской области происходит, но мы... Но мы сегодня говорим про наш район, да, мы говорим Да, мы не отстаем, мы не отстаем, безусловно, я хочу заверить вас, уважаемых наших жителей, что наш район на 100% готов к каким-то непредвиденным, к чрезвычайной ситуации в рамках вот этого вопроса здесь... Дай бог, чтобы конечно этого не произошло. Ну, чтобы этого не произошло, да. Ну, опять, наверное, тут еще необходимо сказать, что вот, опять-таки, посмотрели, репортаж и специальные наши службы, скажем так, спецслужбы, безусловно, этой работой занимаются и помогают, и взаимодействуют, но мы можем, мы гордимся уже даже точнее тем, что у нас один из немногих районов по области, который набрал такой отряд добровольной дружины, противопожарной службы, он уже составляет, насчитывает в наших рядах более 500 человек по нашему району, причем это как и жители нашего города, нашего района, так это и жители Москвы, наши члены СНТ, которые приезжают, с которыми проводятся постоянные учебы, тренировки, и которые готовы, если что, они знают, куда идти, куда бежать, и что сразу первоочередные необходимые мероприятия необходимо проводить, нужно делать. То есть мы с гордостью сегодня об этом заявляем и говорим. Это, опять-таки, подчеркивает, что это работа, работа не одного месяца, не одного дня, не работа не трех месяцев летнего, да, а это постоянно круглогодичная работа. Ну и продолжая эту тему, я хочу тоже порадоваться за то, что, вот с чего мы начали, что есть все-таки активные жители, которые поддерживают и общую ситуацию поддерживают, ну я знаю даже вот Единую Россию, я знаю сторонников предпринимателей, которые вот сейчас, например, в лесхозе, вот, приехали туда, в лесхоз, и, значит, посмотрев, что старая площадка пришла в негодность, детская площадка, да, действительно так, и они предложили свои какие-то вот услуги даже, и мы выехали, я сам подъехал, посмотрел, сниматься не стал, думаю, чтобы тут лишний раз, как говорится, ну да, не ткнули пальцем, что опять тут кто-то, вот, значит, руководит, и я предлагаю посмотреть сразу сходу сюжет. Давайте, да, потом я могу прокомментировать, да. Хорошо опять затронули тему, да. А мы сейчас о том, что хорошее, у нас есть ведь о чем поговорить, что есть хорошее начинание, конкретные дела, да, и это надо только приветствовать. Если не трудно, пожалуйста, поставьте сюжет из лесхоза. Спасибо. В лесхозе идет долгожданный ремонт детской площадки. Единственная детская площадка была установлена в поселке давно и за годы эксплуатации пришла в негодность. Ко всему прочему, на территории площадки скапливалась вода, что делало невозможным ее использование по назначению. Жители поселка лесхоз неоднократно обращались и к главе Сергея Упасадского района, к Михаилу Юрьевичу Стокареву, и к Сергею Александровичу Пахому, к депутату Государственной Думы. И совместными усилиями удалось найти инвестора, спонсора, который сегодня данную детскую площадку приводит к нормативному, к современному виду, к современному состоянию. Здесь заполоченный грунт оттуда вывозится, вместо него идет отсыпочка песка, поднятие уровня площадки, чтобы вода здесь не стояла, чтобы было сухо, комфортно. Дальше, когда мы все это дело выровняем, обязательно будет положено на площадку. Сейчас дело в том, что сейчас идут совсем другие требования к качеству, к безопасности строительства детских площадок. Что раньше было на площадке и чего ждете? То есть ждете новую площадку? Да, очень ждем. Раньше все было бержавое, такое некрасивое. А Ярослав, я знаю, ты в гости, да, приезжаешь? То есть какая тут была скучная площадка? Ну да, скучная, но я хочу, чтобы она веселой стала. Что здесь нужно? Ну, может карусель. А еще что? Ну, можно качели какие-нибудь. Для маленьких и для взрослых. Горку так же. Для маленьких, маленькую, простую вот так вот. И для взрослых такую закрученную. Ремонт детской площадки будет проведен в соответствии с установленными стандартами. Покрытие заменят на резиновое, после чего установят современные игровые и спортивные элементы. У меня у самого двое детей, поэтому мы очень переживаем за безопасность, чтобы все было по технологиям, по правилам, по стандартам. Ну, я думаю, что в самое ближайшее время все уже здесь заработает. Работа идет там быстро, оперативно. В скором времени жители поселка вновь смогут проводить свободное время на детской площадке, отвечающей всем современным стандартам. Вот, мне кажется, есть пример такой. Хорошо, чтобы он был заразителен не как дурной пример, а как хороший, замечательный пример. Это, опять-таки, лишний пример того, что одно дело что-то трындеть и говорить, а другое дело, что люди берут и делают конкретные дела, их показывают. Ну, действительно, про «Еди на Россию» затронули тоже, опять-таки, конечно, приятно сказать, что это не какая-то там, не знаю, пиар-акция, как сейчас модно говорить. Да, и давления никакого не было. Я лично знаком с Алексеем. Это действительно, да, это действительно просто, ну, вот, законстатировали факты, что люди собрались в плене решения и это решили сделать. Более того, мы еще и в начале этого года были в Лесхозе, в том году мы были в Лесхозе, мы обещали жителям, что, безусловно, конечно, будем думать, как помочь с детской площадкой. Но также хотел напомнить и сказать, что у нас все договоренности с вами в силе, что речь шла и про дорогу въездную, и речь шла про освещение пешеходной части улицы, которая идет от автобуса на остановке на поселок. Безусловно. Сейчас, кстати, вот Горьков, Алексей, он как раз сейчас занимается отводом воды, потому что получилось так, что там сейчас надо найти две трубы, он мне звонит, где взять две трубы. Ты что тут делаешь? Он говорит, все, аппетит приходит во время еды, я уже, говорит, светом занялся. А потому что комплекс работы-то там же не просто так. А это вот правильно, вот мы видели в репортаже, Алексей, да, Фомин говорит, что новый стандарт появился к детским площадкам безопасности. Но я еще хотел сказать, что появился новый стандарт к организации вообще работы. Что имею в виду? Что, безусловно, стараемся, если власть заходит во двор, управляющие компании что-то ремонтируют, предприниматели приходят, да, что-то делают и помогают жителям от души. Мы говорим о том, что мы стараемся, раз уж пришли делать, то мы должны, на мой взгляд, сделать и не только детскую площадку, но сделать освещение и посмотреть парковочные пространства, да, и тот же мусорный контейнер установить, если его нету. То есть, а если еще в этом дворе мы у нас будет проводить, или сейчас уже проводят и благоустройство дворовой территории, а если еще и проходит, осуществляется фондом капитального строительства, ремонт жилого фонда, самого дома, да, то вот ремонт подъездов, у нас, кстати, программа тоже, если честно, мне бы хотелось тоже про это, потому что есть что рассказать. Ремонт подъездов, и когда в одном дворе, в нескольких рядом находящихся расположенных домах осуществляется комплекс работ благоустроительных, мне кажется, это здорово. То есть, да, люди почувствуют некомфорт, неудобство в месяц-два, но потом строители оттуда уходят, и мы надеемся, что на какое-то время, да, уже этот некомфорт уйдет и останется только приятные, позитивные, положительные моменты. Нет, нет, я вот то, что я выехал, посмотрел, совершенно веское замечание, вот, и если уж, как говорится, вы намекнули мне, то я не могу себе отказать в удовольствии предложить вам все-таки рассказать и про подъезд тогда. Ну, как-то вот так вот получилось, прорвало, что называется, освещение, водоотведение, и мусоросборники, и площадки для выгула собак, ну и, конечно, мы заходим всегда в подъезд. В подъездах же тоже какая-то вот программа существует? Да, безусловно, у нас в этом году по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, значит, утверждена областная программа. Мой подъезд, да? Мой подъезд, совершенно верно. Мой подъезд, мы говорим о чем, что, во-первых, мы себе поставили задачу, что в целом вообще за три года, да, мы должны отремонтировать каждый подъезд в нашем районе. Это в основном аремонт идет ремонт, да? Это, вот эта программа ведет речь о ремонте подъездов. Капитальным или косметическим? А я вам сейчас расскажу, капитальным это будет или косметическим, а вы и сами ответите. Мы за три года должны отремонтировать все подъезды. Все? Все, все подъезды в районе. В этом году мы поставили себе задачу, мы отремонтируем тысячу четыре подъезда. Это речь идет про территорию всех поселений, всех 12 поселений, всего нашего Сергея Посадского района. Конечно, мы не ремонтируем подъезды в новостройках, в новых домах, да, но мы все здравомыслящие люди. Мы говорим речь про те дома, которые год постройки, там, середина 20 века, да, конец 20 века, и когда, и в которых уже очень давно, там, 20-25 лет никакие работы вообще не производились. А где-то еще больше. А где-то еще больше. Пример тому, мы опять, не смейтесь, в субботу с Владимиром Васильевичем Жуливым, да, смотрели, выезжали к жителям, встречались с жителем, и в том числе заехали, посмотрели, как у него работает эта программа. И знаете, что приятно? Во-первых, первое, каждый подъезд разный. Один был такого, нежно, такого зеленого цвета, да. А детализированный подход, он и осложняет еще работу? Он осложняет, но я считаю, это наше главное требование к подрядчикам, требование к управляющим компаниям, которые эти работы проводят, что эти работы должны, вообще все работы, а вот именно эти должны производиться только с учетом мнения жителей, тех жителей, которые в этом подъезде живут. Более того, нам даже про партию заговорили, да, партия «Единая Россия», областное отделение разработало такой, знаете, некий рекомендательный бренд-бук, там сделали такие красивые трафареты с цветами, с детскими игрушками большими в рост к детям, там, с медведями, с медвежонками, с зайцами, чтобы дети вышли из квартиры, да и родители мы, да, вышли из квартиры и не вернулись в те далекие или в наши далекие времена, да, там, середина 20 века, когда низ зеленый, такой ядреный зеленый, да, вверх такой светлый и все, да, что ядовитый. А сейчас нет, жители говорят, хотим вот зелененький, нежный зелененький, пожалуйста, зелененький. Ведь по большому счету разница финансирования, себестоимости не такая большая. Просто нужно набраться терпения, да, пообщаться с жителями и, так сказать, подойти с таким, с креативным, творческим подходом к выполнению своей работы. Я вот тоже сейчас вот предлагаю креативно подойти к этой вот ситуации и посмотреть все-таки, несмотря ни на что, как это делается. Уважаемые телевизорители, в эфире программа «Полный контакт» и давайте посмотрим, как сейчас производится ремонт в различных подъездах. Вот мы говорим о дифференцированном подходе, там вот так, здесь эдак, а тут старый подъезд, а здесь чуть поновее, посовременней, но все-таки находится какой-то вот баланс, да? Баланс, компромисс, безусловно, да. Да, как-то вот мы пытаемся сбалансировать ситуацию. Давайте посмотрим. Ремонт подъезда в Сватково идет полным ходом. Подобные работы в домах проводятся регулярно. Это постоянный процесс, впрочем, как ремонт внутриквартальных дорог. Вот этот подход, он вообще неизбежен, и в конце концов 100% будет отремонтировано. Просто это вот начальный этап, когда пришла такая необходимость, нужно приводить в порядок, и не только здесь, в Сватково, да, везде, и в Сергиевом Посаде, и в Паловом Посаде, и в Реутове. Пришло уже время. Да, пришло просто время, да, на это обратили внимание и правительство, да и все уже пришли к пониманию, что нужно сделать. Работы проводит управляющая компания «Жилкомфорт» своими силами за счет средств, собранных с жителей, из программы губернатора по ремонту подъездов. В ходе проведенного обследования по просьбам жителей были выбраны подъезды, которые реально требуют ремонта. Всего у нас получается 32 подъезда. В Сватково 10 дом уже сдали, готов, 6 дом были, и остается 4 дом, 2 подъезда. Дальше у нас идет Бужаниново, Березники, как бы. На сегодняшний день 16 подъездов уже подписано, согласовано с жителями, 21 подъезд уже все вместе, вместе с 16 уже как бы готово. Ну, постараемся в кратчайшие сроки все это сделать. Все пожелания, как бы, мы услышали, будем стараться, цветовую гамму немножко подкорректируем, на стенах какие-то попробуем там узоры, пейзажи, веселый яркий элемент, чтобы, да, было повеселее, как бы, да. Стараемся, двигаемся, как бы, людям нравится. У нас главная задача, чтобы эти работы происходили непосредственно не то, что под контролем жителей, но и с их согласия по их предложениям. Это и цветовая гамма, это и какие лампочки поставить, поменять почтовые ящики или оставить те, которые они еще и удовлетворяют. И те же электрические счетчики. То есть все вот в рамках ремонта подъезда сразу стараемся в целом обращать на вот эти все работы особое внимание. И вот сейчас мы посмотрели, вышли на улицу, поговорили с жителями, самое главное, да, что мы от этого хотим, что жители говорят спасибо, что они довольны, что не то, что просто отремонтировали, да, и привели в порядок, а то, что вот именно эти работы проходили под их контролем и с их непосредственным участием. А в середине июня в Сватково начнется асфальтирование внутриквартальных дорог. Появятся также парковочные места около домов. Таким образом, ремонт будет комплексным. Ну что ж, волшебная сила искусства. Туда смотрю Михаил Юрьевич, сюда повернулся Михаил Юрьевич. Боюсь, и сзади туда приглядывает за мной. Но это на самом деле приятно, когда, ну, везде мы наблюдаем заботу, да, вот заботу, внимание, понимание. Вот, и, конечно, вот уже понятно, что областная программа, понятно, что Единая Россия, но я так понимаю, что не возбраняется и другим же партиям. Включаться, пожалуйста, есть ЛДПР на здоровье, есть коммунистическая партия, включайтесь. К сожалению, вот пока что-то не проявляется. У нас есть поселение, где глава, руководитель, администрация, нет, нет. Другой партии, нет? Нет, я хочу про другое сказать. Что кто-то, ну, может быть, спохватился и не успел войти в программу. Кто-то принял для себя решение, что, учитывая, что это было не с того года, как бы в этом году нужно было все как бы быстро делать, быстро, но качественно. И приняли решение, будут в рамках программы работать следующим. Что такое программа? Это 65% затрат на ремонт на подъезды компенсирует правительство Московской области, 35% управляющая компания и 5% жителей. И то жители могут принять решение на общедомовом собрании, на собрание дома, что нет, это все будет делать управляющая компания. То есть, ну, выгодно, во-первых, это делать. Мы делаем ремонт, мы благоустраиваем… Это же не спрятая информация? Да нет, да нет, да что-то нет, нет, нет. Ну, а некоторые главы все равно, они понимают, что эту работу надо делать. И большое им за это спасибо огромное, что, несмотря на то, что кто-то в эту программу войти не успел или не попал, они в этом году все равно делают эту работу, делают, занимаются ремонтом подъездов. И что вот эта работа, которая, ну, наверное, проводится, осуществляется сообща в таком коммуникации, во взаимодействии с жителями, с властью, она, безусловно, принесет нам, нам и жителям только плюсы. И главы, вот я сейчас Владимир Васильевич молодцом, конечно, выглядит, с увлечением рассказывает, потому что, конечно, если действительно такая поддержка от области, то только надо приветствовать и радоваться этому. Вот, ну что ж, и все-таки вот в районной поликлинике ведь тоже идет ремонт. Мы сейчас про подъезды, про то, а всегда многих, вернее, всех, наверное, заботит то, что происходит там, где нас лечат. Вот, что там происходит? Ну, безусловно, мы уже, мне кажется, мы затрагивали эту тему, да? Действительно, объем работы такой, он большой, он и в том году шел. Вообще у нас, повторюсь, что очень пристальное внимание уделяется здравоохранению в целом, и правительство, мой губернатор очень жестко отслеживает эти вопросы и поручения дает, но и помогает, очень помогает. У нас все работы, строительно-монтажные работы, поликлиник, ремонтов, строительство фапов, амбулаторий новых, они все осуществляются на областном финансировании. Поэтому вот губернатору... Тоже мы на карандаше. Мы на карандаше, большое спасибо, что он нас слышит, видит и помогает, да. Посмотрим, может быть? Ну, про поликлинику сначала расскажем, а потом посмотрим. А вот как, да? Да. То есть вы здесь все-таки меня обошли. Идут работы, поликлиник очень специфический объект в каком плане, что, несмотря на то, что там идут работы, а поликлиника это 4 или 5 этажей, да, 4 этажа. И при этом она продолжает функционировать, она принимает, врачи-специалисты, медперсонал продолжает принимать своих пациентов, больных, наших жителей. Вот этот процесс, конечно, он очень сложно совместить. Но надо отдать должность, что его совместили и строители-подрядчики, и руководители нашей районной больницы, и сами жители. Большое им спасибо, что с пониманием относятся. Потому что они уже сегодня видят, как поликлиника преображается. Это тоже приятно. Работы идут, 4 этаж выполнен полностью, левое крыло заканчиваем. Заканчиваем левое туда людей, оборудование переносим, правое закрываем от посещения, начинаем делать правое. Работа тоже глобальная, это капитальный ремонт, это и проводка, и вентиляция, и лифты, замена лифтов. И мы очень надеемся, а мы даже не надеемся, а мы уверены, мы перед собой поставили такую задачу, что в этом году, к концу года, все работы должны быть окончены. Причем, я напомню, что ремонт идет, как и внутри поликлиники, ремонт, так и идет, и фасадная часть, он уже окончен. И оконные блоки меняются, и вопросами благоустройства занимаются. Наверняка, ну, к сожалению, те наши жители, люди, которые побывали в поликлинике в последнее время, они, безусловно, эти работы уже заметили. Командуйте. Пока посмотрим. Пожалуйста. Поликлиники районной больницы разделили на два этапа. Сначала работы проводят в правом крыле, по их окончании подрядчики перейдут в левое. Масштаб обновления впечатляет. Подобные работы здесь не проводились со времени постройки поликлиники. Медучреждению пришлось ждать такого ремонта почти 30 лет. Объем сделанного на сегодняшний день таков. Уже завершена правая часть четвертого этажа, третий тоже практически готов. Электричество, вентиляция, лифтовое оборудование меняют полностью. Но только ремонтом дело не ограничится. В конце июня закончатся ремонты. В июле мы не должны допустить, чтобы сюда была поставлена старая мебель, старое оборудование. Должно быть установлено все, отвечающее современным требованиям оборудования. И врачи начнут прием вот в этой части. Та часть, которая находится с противоположной стороны, она также будет отремонтирована. Поликлиника продолжает функционировать и сейчас. И по окончании ремонтных работ в правом крыле специалисты начнут прием пациентов в расположенных там кабинетах. Строители же в это время будут приводить в порядок левое крыло. Уже готов фасад, обновят и территорию, прилегающую к учреждению здравоохранения. По благоустройству работы выполнены. И подрядчик уже не раз переделывал эти работы. Но у нас есть вопросы к подрядчику. Высказаны ряд замечаний. Пока они будут устранены, эти работы мы не будем принимать. Хотя, конечно, то, что сделано это лучше, чем было осенью, но нас это не устраивает. Полностью ремонт поликлиники районной больницы должен завершиться в ноябре этого года. Средства на работы в размере 70 миллионов рублей выделены областным бюджетом по программе здравоохранения. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков. День города. Ну, продолжайте, Михаил Ильич. Вы уже бразды правления у меня перехватываете. Я как ведущий уже заслушался. Сижу, сижу. Зачем я здесь должен? Ну, когда все-таки закончится? Есть какие-то сроки? Нет, в этом году мы должны закончить полностью, да. Но и вместе с тем хочется сказать, что помещение, здание поликлиники – это не все еще, да? И в этом году у нас запланирована работа. Сейчас на областных площадках оформляются, проводятся необходимые конкурсные процедуры. Мы говорим о том, что должны войти в этом году и с ремонтом в хирургическое отделение, в терапевтическое отделение. Уже не говорю, что у нас есть план и по строительству новых ФАПов на территории района. Цель, чтобы мы вот в каждый наш далекий уголок района, чтобы медицина дошла. Причем дошла, не просто дошла, а дошла на новом, современном, качественном и очень комфортном уровне. Мне еще хочется сделать такое вот доброе, наверное, замечание, я вот так пометочку. Очень приятно, что во многих наших сюжетах фигурируют ваши заместители. Это важно очень, когда работает команда, когда не на одного человека вся вот эта ответственность взваливается и несется, да? Вот, и поэтому приятно, что вот Ольга Константиновна, там еще тут Жульев, там, значит, Виктор Кузнецов. Конечно, ну, здесь надо отдать, конечно, должное Сергея Саныча Пахома, да, потому что я, наверное... Ну, как объединяющее звено-то, наверное. Объединяющее звено раз, а во-вторых, все-таки вот он, наверное, он был родоначальником той команды, которая сегодня работает, да, то есть вот он смог воплотить, организовать и, ну, мне в этом плане, наверное, легче, чем ему, да, потому что я не сторонник, что вот пришел там новый руководитель, да, всех убрали, поставили, но его нет. Я, так сказать, работаю на тех старых дрожжах, которые уже работали, которые с теми людьми, которые знают, что от них надо. А старое вино еще и вкуснее? Оно вкуснее крепчает, конечно. Поэтому здесь, конечно, ну, нужно сохранить, безусловно, все это. Ну, и хочется перейти, раз уж мы вспомнили вот сейчас про Ольгу Константиновну, но они тоже, это в ее, наверное, ведении, вот, строительство других социальных, многих или там новый роддом, школа там и так далее. Вот, может быть, посмотрим ФОК, о котором мы как-то говорили. Интересно просто людям, которые туда, может быть, и не ездили, а может быть, даже и не видели наши сюжеты, что сейчас на сегодняшний день представляет из себя, значит, физкультурно-оздоровительный комплекс на поселке Римаш. Давайте посмотрим, пожалуйста, включите. Этот ФОК входит, он отшляется, его строительство в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, 50 ФОКов, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, контракт уже он долгий, старый, мы всю эту давно историю не раз уже и говорили и знаем, что началось строительство в 2014 году, сейчас оно продолжается. Мы уверены, что оно в этом году должно закончиться, как мы и говорили нашим жителям, что с 1 сентября наша задача, чтобы уже этим бассейном могли пользоваться. На сегодняшний день на стройплощадке ФОКов Римаша работают порядка 20 человек, общая сумма контракта 200 миллионов рублей, 190 оплачивает бюджет Московской области, 10 миллионов районные средства. В прошлом году у ФОКа сменился подрядчик, новая компания зашла на объект в августе. Сейчас кровля закончена полностью, подготовка чаши бассейна на 50%, готовность вентиляционных систем 70%, практически закончены кирпичные перегородки первого этажа и помещение под водоподготовку. Пока ждут поставки оборудования, но в целом идут в графике работ. Для маломобильных групп граждан предусмотрели элементы доступной среды. Обратилось нам общество СИДИ, это инвалиды. Попросили нас сделать небольшие критировки в проекте для погружения инвалидов в чашу бассейна. Изначально не было предусмотрено, но в данный момент мы над этим работаем и их пожелания будут учтены в полном объеме. Как отметил глава района, физкультурно-оздоровительный комплекс Римаши – долгожданный объект. Строители должны успеть вовремя. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, День города. Ну, вот следует заметить, что приятно еще и то, что прислушиваются вот к таким вот вещам. Вот, да, вдруг изменения в проекте, не так все просто. Проектом не было предусмотрено, да, это вот специальное оборудование, оборудование, доступная среда. Действительно, наши друзья, я так и говорю, потому что действительно мы в последнее время с ними очень дружим, с нашими обществом колясочников. Ну да, Сиди. Сиди, да, колясочники приходили тоже. То есть, они говорят, слушайте, ну, а как же мы, да, мы же тоже люди. И, конечно, жалко, что первоначально, изначально эти работы не были предусмотрены проектом, поскольку это все-таки такое капитальное, глобальное сооружение, то, безусловно, просто так и взять и сделать эти работы мы не можем. Тут надо пересогласований немеримое количество. Здесь надо, да, вносим сейчас, внесли уже изменения в проект. Проект, измененный, находится на стадии утверждения государственной экспертизы, проходит. И, но тут еще, что, на мой взгляд, очень важно, что мы сумели, ну, не просто договориться, нет проекта, и все, ну, извините, да, и все, а то, что мы все-таки смогли оперативно все эти изменения внести, согласовать и все это сделать. Потому что иной раз зачастую вот эти вот процедуры бюрократические, да, они занимают уйму времени. А мы говорим, что те сроки, которые мы ставим осень этого года, мы работу должны все выполнить, чтобы люди уже могли пользоваться этим бассейном. А это и специальный подъемник, который позволит опускать в чашу и поднимать, погружаться. Это специальные раздевалки, расширенные двери широкие, туалетные комнаты. То есть, ну, вот, главное, чтобы все получилось. То есть, это приятный подход, да. Ну, это только, в общем-то, радует и, конечно, очень приятно. И я думаю, что будет, наверное, понятно людям, если сроки там на какое-то время немножечко так оттянутся, потому что, ну, раз уж, как говорится, лучше сейчас это задержаться на месяц. И качество должно быть превыше всего. Да, чем потом переделывать, перестраивать, это будет проблематично. Я вспоминаю, когда Пушкина, Оксана, шла на выборы, приехала и ходит, значит, по нашему городу. Здесь сделайте подъезд, здесь для инвалидов подъезд. Я говорю, ну, что у нас, вы понимаете, что у нас другой город? Надо понимать, что это все-таки специфические должны быть и магазины, и аптеки, специализированные, потому что один только вот пролет дорожки въездной, он там чуть ли не 6 метров, а где у нас такой метраж? Подчас в магазинах там ступенька и все, полметра. Но, Сергей Ильич, нам опять есть чем похвастаться и в продолжении ваших слов. Наш муниципалитет, наш район опять, даже не наш, а нас, я бы так сказал, нас включили в четверку муниципалитета в Подмосковье, которым доверили реализовывать вот эту, опять-таки, областную программу «Доступная среда». Что это означает? Мы вместе с управлением социальной защиты Московской области, мы провели такую, во-первых, аналитическую работу, но у нас уже, в среднем, безусловно, все есть, но более тщательную работу. Мы поняли, где у нас опять мы ведем речь про наших жителей, про жителей с ограниченными возможностями, про инвалидов, про колясочников, где у нас они проживают. Определили места их деятельности, куда они каждый день ходят, в школы, в магазины, в какие-то торговые центры, не знаю, в библиотеки. То есть туда, куда все, как обычные люди, они что посещают. И мы в этом году начали делать, и мы тоже должны их доделать, что мы делаем эту более комфортную, доступную среду. Что это означает? Мы меняем в подъездах входные группы, то есть расширяем входные двери, устанавливаем дополнительные элементы доступной среды, чтобы можно было в подъезд заехать. Мы меняем, устанавливаем элементы доступной среды в магазинах, где они что посещают. Не во всех огульно, на поселке Клементьевской везде сделаем, хотя они, безусловно, на сегодняшний день они должны быть везде. Но мы более конкретно подошли к людям и более конкретно подходим к объектам, где действительно именно сегодня они нужны очень. Это и места их посещения, и те же библиотеки, как я уже сказал, и торговые центры. Ну, адресная проработана все. Адресная программа, да. И вот мне приятно, что мы эту работу делаем раз, а самое приятное, что нам эту работу доверили сделать. Посмотрим, какие будут результаты, а я уверен, что они будут самые положительные. Ну, я тоже не постесняюсь вас поблагодарить за это. Это очень хорошо, очень хорошо. Вот. И, ну, все-таки программа у нас идет. И, пожалуй, вот одно из самых важных или одно из самых значимых событий этого месяца, там или того месяца, значит, вот это начало работы Загорского трубного завода. Это, конечно, гигантская для нас мобильная такая стройка, которой мы можем гордиться, потому что не часто работают такие крупные объекты по инвестиционным каким-то вот своим. То есть инвесторы вкладываются в нас, а впоследствии мы будем получать и от них тоже большую отдачу, очень важную. А тем более мы знаем, что Загорский трубный завод начал сотрудничать с «Газпромом». Это вообще такое, как это, событие такой, в общем-то, федерального уровня такой, да? Вот какие перспективы? Ну, так оно и получилось. Какие перспективы сотрудничества? Да, в конце мая была такая организована руководством Загорского трубного завода такая, знаете, праздничная церемония, действительно. Заключен контракт между нашим предприятием и ПАО «Газпром». Алексей Миллер же приезжал подписывать даже. Да, приезжал он, приезжал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, был руководитель предприятия, подписали символичный контракт. Завод заключил контракт с «Газпромом» на сумму 11 миллиардов рублей на поставку трубы. Причем, ну, не знаю, наверное, ничего здесь тоже, никаких секретов экономических-то нету, да? Речь идет о том, что вот этот контракт, он обеспечивает «Газпром» на проведение таких, знаете, строительно-восстановительных работ тех магистралей трубных, которые уже есть. И в ходе встречи достигнуто пока соглашение договоренности о том, что «Газпром» рассмотрит наш завод в числе приоритетных как тех партнеров-контрагентов, у которых они будут закупать трубы, и на прокладку новых магистралей. То есть это тоже там большие деньги, и это очень увеличит производительность нашего предприятия. Действительно, был так вот торжественно продемонстрирован запуск первой трубы и производства для «Газпрома». Было подписано вот ростное соглашение Андрей Юрьевич Воробьев, Алексей Миллер и само предприятие. Вы знаете, вообще, вот когда познакомились поближе с ребятами, с руководителями предприятия, настолько, как мы сегодня, модное слово у нас с вами появилось, креативные люди, настолько, знаете, иной менеджерский, организационный подход вообще к бизнесу, к управлению предприятием. Раньше оказался творческий подход. Творческий подход, да. Это очень здоровская, сплоченная, молодая команда. Я хочу напомнить, между прочим, у них работает 1200 наших жителей, практически 90% наших жителей. Они молодцы, они меня приятно удивили, что они сейчас готовят такой нестандартный, я бы сказал, соцпакет для своих сотрудников, они заключаются, мы им помогаем, они заключают договора с магазинами, с фитнес-центрами, вообще. Я лично им помог даже по кормлению. Со сферой услуг, чтобы их работники могли на более льготных, на более комфортных ценах пользоваться не только на работе, но и жить еще, да. Ребята молодцы, более того, у них просто грандиозные, сумасшедшие планы на строительство еще новой площадки. И только вот им удачи, добра и все, чтобы у них исполнилось. Всегда, чем можем, будем помогать и помогаем. И очень приятно было познакомиться и сотрудничать. Ну и пусть они будут примером и для других, потому что мы ждем инвесторов. Евгеньевич, мы очень, мы всегда это говорим, нам очень приятно, для нас это первостепенная задача, нам очень важно, чтобы привлекать инвесторов, свежую кровь в наш район. Это и, опять-таки, честь и гордость нашего района раз, это и новые рабочие места два, это пополнение местного бюджета три, это освоение тех территорий, которые, к счастью, на сегодняшний день у нас есть. Не говоря уже про те промышленные огромные предприятия, про ту мощнейшую огромную базу, которая у нас осталась еще со времен Советского Союза, которую также, безусловно, мы хотим занять. Ну и у нас, вот раз уж так мы сегодня разговорились и вспомнили Миллера и губернатора нашего, всеми уважаемого, давайте посмотрим тут уже, я уже на правах, как говорится, хозяина эфира сегодняшнего, прошу, да, посмотреть, поставьте, пожалуйста, всем будет очень интересно. В ближайшее время Загорский трубный завод поставит Газпрому крупную партию труб, которые будут использованы для ремонта магистральных газопроводов. Сумма общего контракта 11 миллиардов рублей. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что компания системно занимается вопросами импортозамещения и уже закупает 95% всей технической продукции у отечественных производителей. Очень важно, что сегодня в отрасли появился новый производитель Загорский трубный завод. В парте месяца трубы большого диаметра Загорского трубного завода были включены в реестр трубной продукции «Газпрома». И мы уже с вами подписали первые контракты на поставку трубы. И сегодня первая труба будет прокатана на Загорском трубном заводе в адрес «Газпрома». Договоренности о поставке Загорских труб для ПАО «Газпром» были достигнуты месяцем ранее. В рамках контрактов на поставки труб для ремонтных нужд Загорский трубный завод произведет свыше 121 тысячи тонн труб. Предприятие, которое было построено с нуля, имеет великолепные перспективы для развития. «Газпром» разместил здесь свой заказ, разместил таким образом, что цена трубы будет поставляться по очень конкурентоспособным ценам. Я хочу пожелать всему коллективу завода, руководству, владельцам, чтобы репутация Загорского трубного завода была достойной. «Газпром» – это визитная карточка нашей страны, и, конечно, мы все заинтересованы, чтобы качество товаров, качество трубы в частности, которое туда поступает, было самого высокого уровня. Загорский трубный завод в Сергеево-Пасадском районе открылся в 2015-м. Это один из пяти подобных производств. Мощность завода составляет 500 тысяч тонн готовой продукции в год. До заключения контракта с «Газпромом» потенциал предприятия был реализован на 40%. Теперь же загрузка составит почти 100%. Благодаря сегодняшнему дню, благодаря Алексею Борисовичу, благодаря «Газпрому» я считаю, что у нас все самое худшее позади. Мы выжили, мы выдержали, и теперь у нас только впереди развитие. Спасибо большое Андрею Чеворобьеву, который помогал нам все это время. Я надеюсь, будет помогать в будущем. Спасибо вам за в отчаяние. Без вас мы бы это не сделали. Удачи нам всем. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, Сергей Власов. День города. Здесь хочется сказать, молодым везде у нас дорога. И я смотрю, какая чистота, там и порядок. Ну, безусловно, да. Вот, конечно, руководители, отец и сын Сафины, вот Дениса Сафина мы сейчас видели, руководителя предприятия, директора, да там не то, что чистота, там можно просто в белую рубашку ходить и не повояться. Европа, да. Не говоря уже о том оборудовании, я вот не расслышал, о швейцарском, да, по-моему, сказали, которое стоит, да, там действительно оборудование в Швейцарии. Ну, все в компьютерах, все компьютеризировано, все настолько, вы знаете, вот туда можно просто на экскурсии. Кстати, эта команда вот их, они это тоже, мы когда с ними общались, готовились к приезду, они говорили, что у нас есть тоже такие мысли, устраивать экскурсии и школьников, и студентов, и ребят, которые в наших колледжах, в технических участвах, потому что, конечно, этот вопрос потенциал кадров очень важен, да. Чтобы люди видели, что не надо куда-то уезжать далеко. Видели вживую, совершенно верно, да. Чтобы все происходит. Им тоже, ребята, молодцы, им есть что показать, что похвастать. А еще примечательно, что Загорский. Загорский трубный завод. Вот это тоже, это то, что, да. Про историю сегодня говорили. Да, какая-то преемственность, вот, да, имен, почему бы и нет, в конце концов. Это тоже очень интересно. Тем более нам, как патриотам, и выросшим в Сергиевом Посаде, тогда Загорский, и это было вообще приятно. Вот, ну что, Михаил Юрьевич, я вас благодарю за то, что вы сегодня нашли в своем графике время. Вот, пришли пообщаться. Со мной-то ладно, мы уж увидимся. Важно, что телезрители услышали многие ответы на свои вопросы, вот, которые вы мониторили в течение, там, месяца. И сегодня, я думаю, что многие были удовлетворены тем, что мы рассказали. Уважаемые телезрители, сегодня в эфире прошла программа «Полный контакт». Такой, сегодня, в общем-то, можно сказать, символический наш выход в такой 22 июня, в такой день, когда мы вспоминаем и наше прошлое, наше героическое, победоносное прошлое, ну, со слезами на глазах, но все же, вот, теми свершениями, делами, поступками, отношениями, мы, конечно, должны все стремиться соответствовать, быть достойны памяти погибших, героически сложивших головы за вот сегодняшнее наше настоящее и, надеюсь, на будущее, прекрасное будущее. Вот, дела у нас идут, вот, и я бы не сказал, что со скрипом идут, нормальными темпами, вот, пускай их будет громадье, но мы умеем разбираться, мы учимся управлять, вот, и, уважаемые телезрители, я, наверное, от себя лично хочу, конечно, попросить, чтобы вы не судили строго нас за то, что до чего-то не доходят руки. Вы видите, порой не хватает, да, Михаил Юрьевич, и времени-то, я уж не говорю там про сутки, уже недели не хватает, потому что много всего надо перелопатить, переделать, или, наоборот, создать, родить, вот, сломать, наверное, ментальность, понимание того, что должно быть вот именно так, а почему не так, вот, да, и сегодня мы попытались об этом поговорить. Михаил Юрьевич, я думаю, что вам тоже есть что сказать, а то что-то я разговорился, растрогали вы меня сегодня. Спасибо, Лескар, спасибо, да, спасибо за приглашение. Приятно, что у нас это уже становится такой доброй, хорошей, рабочей, рабочей традицией, где действительно есть возможность, есть такая некая площадка, обсудить, рассказать, чем мы занимаемся, какие у нас результаты, какие у нас планы на завтра, планы на будущее, поэтому спасибо большое, спасибо вам, дорогие телезрители, что смотрите, спасибо, что доверяете, до новых встреч. Да, за наше общее неравнодушие, вот, в эфире сегодня работали мы, глава Сергея Посадского муниципального района, Михаил Юрьевич Токарев, и я, ведущий, Сергей Боков, благодарим вас за неравнодушие, за трепетное отношение и любовь к нашему краю, и за то, что вы нас сегодня выслушали, и, надеюсь, поддержите. Ждем ваших инициатив и предложений, а вам большое спасибо, Михаил Юрьевич, спасибо большое.